Не абстрактные силовики и чиновники, а конкретные люди с именами, фамилиями и адресами. Разнообразные телеграм-каналы в Беларуси давно понемногу публикуют списки пособников Александра Лукашенко. Но дальше всех пошла нехта. Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещания сдерживаем. В списке нехты более тысячи сотрудников МВД Беларуси. При составлении действовала презумпция виновности. Непричастным к разгонам и пыткам предлагают доказывать это. Витебский ОМОН вел себя очень плохо. Они думали, что это сойдет им с рук? Конечно же нет. Мы добавили в нашу базу имена, фамилии, телефоны и адреса прописок. По мере поступления мы удаляем из базы честных людей. И мы можем гарантировать, в Новой Беларуси они смогут занять место в силовых структурах. Государственное телевидение отвечает умеренным возмущением. Ему важно показать, что публикацию власти заметили, но не испугались. Еще одно чужеродное слово в лексиконе беларусов – доксинг. Доксинг – раскрытие персональных данных и публикаций в сети. Сейчас становится новой формой давления внутри общества. Запугивают с помощью разных методов. По телефону, электронной почте, расклеивают листовки. Телеканалы «Беларусь-1» и «ОНТ» выдают в эфир один и тот же сюжет о семье силовика, якобы получавшей угрозы. Мне писали, мне, мои супруги, приблизительно по 30-40 сообщений за 10 минут. В основном это были угрозы. Угрозы были разные, вплоть до «убьем тебя», «убьем твоего ребенка». В Телеграме действительно обсуждают разные сценарии мести, но не все они насильственные. Мы знаем адреса слабовиков. Гоу! Устроим акцию. Отправляем им письма, распечатываем рапорт об увольнении без даты и подписи. В конверт доложил письмо от себя или фото побоев людей. Но мне кажется, что те, кто пытал и избивал людей, должны на себе это все прочувствовать. А можно и без физического насилия обойтись, просто тихонечко собирать доказательную базу на будущие уголовные дела и публиковать. Государственные СМИ грозят неотвратимой расплатой за любые выпады в адрес силовиков. 43 уголовных дела возбуждены за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции. В Минске задержан неработающий 21-летний мужчина. Он отправлял анонимные сообщения с угрозами в адрес милиционеров. Одними угрозами завсегдатые телеграм-каналов не ограничиваются, убеждают зрителя. Травлям от слов к делу. Степан Латыпов намеревался использовать ядовитые вещества против милиции. Предлагал травить милицию ядом. Пока зрителя ГОСТВ пугают безумными оппозиционерами, телеграм-каналы документируют преступления силовиков. От жестких разгонов до насилия. Пойдусь, смеять! Пойдусь, смеять! Сволы, смеять! Погибир! КОНЕЦ